всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 33 пришло время добавить наш сайт поисковой системы яндекс и google это необходимо сделать если вы хотите чтобы ваш сайт начал индексироваться поисковыми системой яндекс и google чтобы ваши пользователи ваши потенциальные клиенты находили вас через интернет у вас на сайте должно быть вот моя рекомендация если это статейник статей 10 таких полноценных сделайте то есть вот все что мы проходили в этом курсе тоже посмотрите что все работало все нормально после этого сайт можем добавлять перед тем как мы будем сейчас добавлять наш сайт поисковой системы яндекс и google у вас должны быть почтовые аккаунты у обоих систем то есть у google у яндекс достаточно иметь просто почтовый аккаунт просто обычную почту чтобы пользоваться другими продуктами яндекс и google то есть мы авторизовываемся под почтой а другими продуктами от google яндекса мы можем пользоваться под этим же аккаунтом то есть это у нас панель вебмастера так называется то есть если у вас нету ящика в гугле или в яндексе создайте его но прежде чем мы начнем добавлять наш сайт в поисковые системы давайте уточним моменты у нас с вами поменялся адрес потому что мы переезжали с локального сервера и нам нужно это убедиться например файле robots чтобы там у нас все нормально стоял наша карта открываем например файл зила заходим в нашу папку в корневую где наш сайт находится открываем файл robots давайте его править здесь мы помните сами делали сайт map у нас естественно адрес другой мы можем пойти в админку зайти в плагин your seo и здесь кликнуть на ссылку xml карта сайта вот наша карта у нас адрес у нее изменился соответственно не забываем здесь ее прописать и хост то есть зеркало сайта до главное у нас теперь адрес вот такой вот так вот все делаем то есть тут ваш домен ваш адрес вот здесь вот то есть прямо как я делаю мне подставляйте вот этот http вот это все не нужно вот здесь вот так одну вещь мы сделали мы закрываем и сохраняем чтобы файл перезаписался на сервере всплывает окно нажимаем да все перезаписался файл и так берем ссылочку на наш сайт и давайте сначала пройдем в google я надеюсь вы создали почтовый аккаунт если у вас не было если нет авторизуйтесь и в google поиски можете просто вбить панель webmaster вас должно перебросить примерно вот на такую страницу здесь у вас сайтов не будет у меня вы видите два ресурса и кнопочка добавить ресурс кликаем по этой ссылочке здесь можно выбрать приложение android или веб-сайт естественно у нас сайт и добавить здесь нам нужно подтвердить то что мы владельцы этого домена и несколько вариантов для подтверждения и самый такой лояльный вариант я считаю это загрузить файл html в корень сайта да то есть сначала мы кликаем по этой ссылке качаем его на компьютер данный файл вот он скачался опять мы с вами открываем файл зила и в корень сайта просто выкидываем данный файл который скачали с гугла проверочный файл так сказать все файл отправлен здесь мы капчу ставим птичку что мы не робот и нажимаем на кнопку подтвердить а поздравляем вы успешно подтвердили право собственности на домен такой-то продолжить теперь давайте добавим карту с сайтов google кликнув вот по этой надписи переходим в главную панель сайтов у меня уже три сайта кликаем по заголовку сайта здесь выбираем слева сканирование файлы сайт map вот здесь кликаем кликаем на кнопку добавление с файлов сайт map и нам просят указать видите не весь адрес то есть адрес у нас уже есть только вот здесь вот хвост именно наши ссылки карты сайта помните это не надо всю ссылку запихивать давайте посмотрим если посмотрим перейдем в плагин usseo зайдем xml карта сайта то мы копируем из адресной строки только вот это копировать и вот здесь подставляем все просто и нажимаем отправить данные отправлены через какое-то время карта будет проиндексирована зачем добавлять карту сайт map в google таким образом google будет более качественно и быстрее индексировать все ваши записи также смотрите плагин usseo вы помните из предыдущих уроков usseo и консоль поиска здесь мы можем добавить сканирование гугла всех страниц всех ошибок нашего сайта чтобы выводилась прямо здесь в админке например ошибка 404 мы должны контролировать это мы должны видеть это и это будет гораздо удобнее видеть все через панель через админку нежели каждый раз там нам ходить в google вебмастер и просматривать те или другие какие-то ошибки проблемы в общем гораздо удобно здесь все это выводить и если бы у нас еще был плагин usseo коммерческий то там прямо здесь плагины можно было бы сделать редирект его нужно сделать то есть 404 ошибка страницы не найдено их нельзя оставлять чтобы на них пользователи переходили ну в каких-то случаях бывает попали появляются такие страницы но в любом случае видеть их эти ошибки здесь это полезно и если у нас нет плагина usseo коммерческой версии можно найти какой-то бесплатный плагин для webpress который будет нам перенаправлять все эти 404 ошибки но первое что нам нужно это их видеть узнать какие ошибки какие страницами такие ошибки здесь мы нажимаем получить код авторитации google на и в этом же браузере мы должны быть авторизованы в нашем google кликом по кнопке я выбираю свой аккаунт дальше выбираю разрешить и вот принципе ничего сложного вот такой код примерно вы должны получить у вас он будет свой уникальный его полностью копируем закрываем это окно проставляем вот в это поле и нажимаем аутентификация здесь выбран наш доме нажимаем сохранить профиль и здесь на вкладках мы можем видеть настольный компьютер пока просто у нас еще как бы не проиндексирован ничего вообще здесь будут вот тут все страницы дальше на смартфоне какие могут быть проблемы мобильный телефон то есть сюда нужно будет просто периодически заходить в этот раздел чуть позже ну вы ведете свой сайт и там периодически там раз в две недели 1 месяц сюда заходите посмотрите нет ли каких-то проблем с гуглом закончили переходим в яндекс в яндексе вас должна быть тоже ваша почта в яндексе в поисковике можете вбить вебмастер и быстрее попасть вот в такую панель здесь мы нажимаем вот видите написано яндекс вебмастер нажимаем плюс адрес сайта укажите адрес вашего сайта по которому он будет участвовать в поиске до вставляем полный адрес нашего сайта нажимаем добавить здесь нам яндекс тоже просит подтвердить права на владение данным сайтом мы выбираем с вами html файл в корне сайта создайте файл с именем таким-то и со следующим содержимым мы кликаем вот по этой ссылочке и качаем также на рабочий стол скопировали значит файл открываем опять файл зила и в корень нашего сайта перетаскиваем данный файл все загрузили его здесь мы в яндексе нажимаем на кнопку проверить идет проверка таким образом мы уже добавили сами сайт в панель яндекс вебмастер если кликнем по яндекс вебмастер видим здесь наш новый домен и с текстом данные скоро появится то есть через какое-то время когда начнет яндекс индексировать ваш сайт здесь будут появляться некие данные кликнув по домену здесь можно еще проводить кучу других операций первые из которых мы с вами добавим карту сайта в яндекс возвращаемся в админку нашего сайта нажимаем xml карты сайта еще раз давайте просто скопируем адрес карты сайта нашего переходим значит панель яндекс вебмастер здесь мы кликаем слева инструменты и выбираем с вами анализ файла sitemap кликаем выбираем здесь url видите адрес файла sitemap вставляем и проверить далее мы с вами нажимаем вот здесь слева индексирование и файлы sitemap кликаем и добавить файлы sitemap нашу карту вставляем сюда и добавить все готово очередь на обработку через какое-то время также яндекс начнет активно индексировать ваш сайт так на этом все в плане добавления сайтов мы уже все сделали в принципе основную сайт добавили в яндекс в google и через какое-то время все должно индексироваться хорошо теперь нам нужно как-то отслеживать следить за тем кто приходит на наш сайт откуда и много-много-много других параметров чтобы это все отслеживать нам нужно установить хотя бы один счетчик просмотров так называемая аналитика я предлагаю поставить такой счетчик от яндекс называется яндекс метрика вы просто переходите в поиске яндекса вбейте там метрика яндекс нажмите поиск перейдете по ссылке яндекс метрика здесь нажимаю включить нажимаем здесь кнопку подключить вообще этот инструмент и также панель вебмастера яндекс и google это достаточно сложный инструмент и если вы новичок это совсем базовая вам вещи показывают там вообще много чего крутится и чтобы в этом вникнуть конечно же это надо все читать изучать дабы все на русском языке и если что-то там непонятно и сложное конечно нужно искать какие-то обучающие материалы более глобальные именно уже по этим сервисом я лишь показываю сейчас базу чтобы ваш сайт индексировался всю проделанную эту работу не прошла даром до чтобы наши сайты находили в интернете то есть эти все базовые вещи я показываю здесь внизу будут отображаться список ваших сайтов как это отображается у меня мы нажимаем добавить счетчик адрес сайта проставляем наш адрес имя счетчика ну я назову тест дальше здесь меняйте часовой пояс на свой и нажимаем создать счетчик принять условия здесь галочку ставим здесь мы включаем в визор отслеживать хэша в адресной строке браузера ставим галочку в одну строку но это код счетчика внизу вот так вот он выглядит здесь в одну строку будет выглядеть более компактно дальше смотрите здесь есть такой как информер если ставим галочку то на сайте будет отображаться такая штука внизу да например что все будут это видеть сколько посетителей зашло там в сутки сколько сейчас зашло на сегодняшний день вообще такую вещь стоит не нужно то есть она вам не нужна на сайте лучше заходить в панель вебмастера в панели вот метрики и смотреть показатели посещаемости вашего сайта ну или же есть специальные приложения на android и на другие платформы чтобы прямо на телефоне отслеживать критерии посещаемости вашего сайта поэтому я информер не ставлю вы уже на ваше усмотрение далее прокручиваем ниже нажимаем сохранить на кнопочку и вот этот код счетчика нам нужно разместить на сайт чтобы яндекс метрика вела смогла вести аналитику с вашего сайта да мы внизу вот здесь вот если как кнопочка скопировать нажимаем и скопировали весь этот код то есть все здесь на этом уровне мы переходим с вами в админку нашего сайта чтобы быстро без заморочек разместить плагин там где нужно на сайте мы поставим специальный плагин их очень много бесплатных давайте перейдем в плагины добавить новый в поиске прям можно написать яндекс метрика нам показывает два варианта два плагина и давайте поставим вот это вот у него больше здесь активных участников больше оценок вот именно вот этот вариант нажимаем установить там настроек практически нет сейчас ставим код и все и когда у вас пойдут посетители на сайте да когда начнут индексироваться ваши сайты уже можем будет смотреть аналитику да кто зашел откуда зашел так далее нажимаем активировать настройки и яндекс метрика ведь у нас ничего здесь нету мы только вставляем код скопированный с нашего яндекс метрики и нажимаем сохранить изменения все вот и все ничего сложен нет с этих пор аналитика будет вестись да но нам еще нужно зайти сюда убедиться что все работает перейти вот сюда счетчики видите здесь значок показан идет проверка должен быть значок зеленого цвета давайте нажмем вот на эту иконочку идет проверка обновим страницу в общем здесь нужно дождаться окончания проверки какое-то время это займет мы в принципе все сделали правильно вот у меня прошло несколько минут и видите загорел зелененьким корректно установлен то есть мы должны убедиться что вот это действительно зелененьким тогда статистика будет собираться и как потом смотреть статистику да просто кликнув по заголовку тест здесь вы будете видеть посетителей новые посетители адреса сайтов источник трафика ну конечно же вот здесь вот во всем нужно разбираться и одно из того что мне больше всего здесь нравится это веб-визор то есть вы сможете реально просматривать короткие видео как ведет себя посетитель на ваших сайтах то есть вы будете видеть мышку куда он кликает то есть это в каких-то случаях нужно собирать это нужно знать то есть именно юзабилити нашего сайта да как какой фрагмент нам нужно где разместить например где часто кликают мышкой да например какой-то угол сайта больше всего активным возможно туда стоит разместить какую-то там и не знаю кнопку заказать звонок или еще что-то она будет там в удобном виде чтобы сразу было видно но здесь целая вообще такая философия чтобы это все понимать знать нужно экспертным быть в этой области конечно здесь это все нужно изучать я лишь показываю вам базу и так ребят на этом на этом уроке я подвожу итоги на этом данный курс для новичков базовый курс по wordpress для чайников закончен я надеюсь у вас все получится и я надеюсь все уроки мои были понятны то есть мы с вами от самого нуля дошли до того как добавили готовый сайт в поисковой системы и сайт у вас должен работать и все должно быть хорошо конечно это база возможно этот курс не всем подойдет потому что сайты всем нужны разные кому-то нужен сайт по рецептам кому-то нужно интернет-магазин конечно здесь нужны другие навыки другие знания но то что я вам дал это именно база но на этом уроке о wordpress не заканчиваются вскоре я сделаю новый плейлист где буду рассказывать о полезных бесплатных плагинов для wordpress их очень много всего насчитывается около 40 тысяч плагинов вот представьте сколько из них там может быть полезных это достаточно много тоже будет уроков целая серия но там будут уроки именно не последовательные а именно просто буду рассказывать о всех плагинах которые я знаю которые считаю полезными так что следите за моими новостями чтобы оставаться в курсе на этом здесь все и до новых видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указанном на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а